Всем привет, друзья! Сегодня мы находимся в таком центре, который посвящен Хлопку. Этот центр находится в Само, в Йон-Ман. Мы его сами нашли, как-то случайно проезжали, увидели, во-первых, красивую площадку детскую, а потом стали гулять здесь, и здесь так интересно. Сейчас я вам покажу, что здесь есть. Во-первых, смотрите, здесь посадили сам Хлопок. Он цветет. Это называется цветение, когда уже есть сам Хлопок на веточках. Здесь можно отдохнуть. Здесь инструменты. Раньше в Корее очень было развито. производство, да, производство Хлопка. Вот можно здесь посмотреть, какие инструменты использовались. Ткацкий станок не вижу. Должен быть здесь где-то. Ой, как красиво! Смотрите, как красиво! Здесь такой уголочек, можно попить кофе, но ничего не работает, кроме воды. А, вот и сам ткацкий станок. Вот так он выглядел. Интересно. Прямо здесь ухаживают за растениями. Из окна вид на море. Сам Хлопок насобирали. Можно его потрогать. Вата. Как вата. Такие композиции красивые составили. Хлопок горшочки. Ну вот. Можно с детьми приходить, ознакомливаться, рассказывать детям, что такое хлопок, как производит ткань. Вот, смотрите, как здесь красиво. И все, правда. На этом закончилась выставка. Макар бегает. Там детская площадка. Тоже все так интересно, там красиво. Какие инструменты. Вот это все, знаете, из дерева, из травы. Единственное, вот это вот железное. А, ну вот еще железное. Вот это какая-то интересная штучка. Наверное, снимать вот эти хлопковые созревшие штучки со стебельков, если они далеко находятся. Здесь что такое? Сейчас покажу вам, как там на улице все красиво. Я сейчас нахожусь на спонтровой площадке. Вот здесь находится кораблестроительный завод компании «Щонтэ». Вот такая вот площадка. Сегодня выходной, но людей мало почему-то все равно. Дай Макарчика потерял. А, могло у нас вдалеке? Вот там, в красной кофточке. Тут такие скульптуры везде стоят. Девочка, которая присылает всем сердечки. Тут по территории стоят вот такие традиционные беседки, в которых можно посидеть, отдохнуть, даже полежать, если есть такой коврик матый. Там площадка детская. О-о-о, Макарчик. Увидел меня. Тебе понравилось? Понравилось играться? Нет. Почему? Там была гонка осипи, которую надо осипить. Позревала. Хорошо, дойдем. Кто тут? Дедушка. Ослика. Туда нельзя макар наступать. Ну, вот у дедушки ослик. Смотри, вот здесь. Ты что, не видишь? Это не ослики, это олени. Здесь еще мишки. Какое отношение имеют мишки к хлопку, непонятно. Здесь мельницы стоят. Площадка для маленьких. Там большая для больших детей. Прямо как будто Франция. Вот такая красивая мельница. А та территория, она еще облагораживается. Видите, вот там подальше. Там перекрыто, гулять нельзя. Но что-то интересное тоже будет. Что здесь, Макар? Описано нельзя. Нельзя написано, да? Да, только можно доньку попить. Просто смотреть, да? Любоваться красотой. Да. Вот там мельница тот там. Там ничего нет. А внутри ничего нет. Просто стоит мельница красивая. А можно есть мельница? На веревочке? Мне кажется, упадешь. Пойдем, она не для того, чтобы на ней сидеть. Вставай.